Вокруг него что-то дорабатывать, что-то делать. Вот, сейчас я использую тот же самый стаканчик. Беру немножечко голубенького. Здесь у меня будет сейчас побольше прям белого. Вот, и чуть-чуть прям черненького. Вот, и снова делаю заливочку с нижней части. То есть заливаю нижнюю область. И тоже понемножечку ее начинаю вот так вот распределять. То есть видите, у меня уже здесь совершенно по-другому начинает играть наша работа. То есть очень много тоже крутить, вертеть не стоит, потому что другой рисунок, он тоже двигается, как видите. И сейчас будем добавлять другие оттеночки. Верхнюю часть в том числе. Так, немножечко еще больше беленького сделаем. Нам немножко уже не хватает даже. Белый это такой прям вот основной цвет, который чаще всего используется, чаще всего он нам нужен. Вот, поэтому его всегда надо много. Вот, это такой как базовый цвет, это как такая вторая база, да, которую мы используем в картинах. Ну, во крайней мере, в данной технике. Здесь, в принципе, белый цвет, мне кажется, в любой картине, если это, конечно, не картина, а черная, всегда очень много используется белого цвета. Так, а завтра уже в другой технике будет работа? Да, завтра мы будем работать с вами в другой технике, чуть позже я вам покажу обязательно, не переживайте. И заливаю тоже беленький, да, и делаем вот еще одну, посмотрите, красивую волну. Да, уже совершенно другой эффект у нас тут получается. Сделаем заливку и также заливаю еще вот здесь в нижней части. И вот в этом уголочке. Так. И теперь аккуратно мы тоже все это распределяем, да, чтобы у нас мягко все цвета разошлись. Мы можем помогать с вами где-то немножечко палочками, да, то есть никто нам это не запрещает. Можем использовать различные мастихины, что такое мастихины, мы еще с вами узнаем обязательно, кто не в курсе. Мы можем заливать с вами как много цветов сразу, да, так, например, вот два цвета, мы буквально здесь два цвета, да, добавили. То есть больше ничего не добавляли. Можем делать вот такие тонкие линии, например, то есть и не раздувать их особо, то есть идти вот в таком направлении. Также мы можем добавлять какие-то новые линии в уже существующую работу. Нам это никто не запрещает. Главное, чтобы данные линии, которые вы добавляете, они все-таки двигались по направлению вашей композиции. Вот видите, я выделила вот это пятно, да, серенькое. Но я вот эти все линии добавляла тоже по направлению, да, по форме этого пятна. И еще, вот так видите, то есть вживляя ту линию, ту композицию, которая у меня есть, если изначально это не получилось сделать. И это всегда должно быть очень-очень деликатно сделано, чтобы никто в жизни не догадался, что вы это добавили ручками своими. И так, вот, посмотрите, какие совершенно разные эффекты у нас получаются. Да, сейчас мы добавим еще немного черных пятен. То есть чуть-чуть только смешаем, чтобы совсем черно не было. Немного добавляю к черному синенького, чуть-чуть, прям буквально беленького. Немного взбалтываем. И добавляем тоже наши вот такие темненькие элементы. То есть мы можем их прям вживлять, куда-то в композицию добавлять понемногу. То есть вот можно заполнять пространства небольшие. Можно вот прям сделать одну такую линию потолще. добавить ее здесь. Но в таком виде она, видите, выглядит очень чужой. То есть она вообще как будто не из этой композиции, да? То есть как будто приклеили. Есть такое ощущение? Да, всегда будет красиво. Ну нет, на самом деле здесь тоже можно допустить ошибки. Иногда бывают случаи, когда вся композиция, например, такая, собирается в одну кучу. Да, собирается в одну кучу. Или все вот такое вот становится очень-очень мелкое. То есть видите, за счет того, что я очень много ее крутила, вертела, вот эта область там, где была такая достаточно жиденькая краска, она туда-сюда ходила, и такой рисунок немножко сбился, так сказать. Вот. И сейчас аккуратно тоже с помощью палочки беру и просто вживляю данную линию. Это можно делать также с помощью еще и мастихина. Вот как раз-таки, о котором я говорила, что такое мастихина. Это вот такая вот железная лопаточка, да, железная лопатка. С помощью нее мы обычно работаем в пастозной живописи, в объемной живописи. Но во флюиде тоже можно ее применить и делать вот такие мягкие переходы. Посмотрите, как эффектно смотрится. И это можно делать не только вот с такими чистыми пятнами. Мы можем это использовать где угодно. То есть вот, например, здесь добавили немножечко. Сейчас это еще мы покрутим, и оно обыграется, будет уже более так органично смотреться. Не будет это выглядеть как-то... Ну, непонятно, так сказать. То есть это в любом случае будет уже как часть композиции, а не как будто это тоже отдельное пятно. Так, где мои салфеточки? Немножечко нужно руки протереть, а то совсем много краски на руках уже. Так, и все бы волосы вытереть. А то я тут решила красивой быть. Хвостик не забирать волосы, но, походу, это была ошибка. Все-таки с хвостиком лучше работать, как и обычно. Итак, ну что, смотрите, у нас есть с вами основа. Да, то есть мы можем сейчас здесь также немного поиграть с нашей композицией еще, где-то добавить вот таких легких-мягких линий. Сейчас вот обратите внимание, тут еще будут образовываться пузырьки, да, будет расходиться понемножку композиция. То есть будет проявляться по-другому совсем. То есть мы можем в процессе также корректировать работу, что-то добавлять, что-то убирать, наоборот, из картины, если нам это необходимо. Вот, если мы добавим очень много краски, да, то есть вероятность, что наша композиция, например, при высыхании, точнее, краска будет сохнуть. Ой, будет трескаться. То есть она сохнет так и так будет. Сколько в среднем сохнет такая картина? Такая картина будет сохнуть где-то около 10-12 часов. Вот, но также все зависит еще от слоя. То есть чем толще слой, тем дольше она сохнет. Вот, но по поводу слоя, да, я уже сказала, то есть даже в данной технике можно допустить определенные ошибки. Особенно если ты это там, ну, делаешь сам по себе, там, сам по себе учишься. Вот, то есть если будет очень толстый, то есть толстый слой краски, есть вероятность, что это все потрескается или же вообще отойдет от холста. Вот, если будет слишком жидкая краска, то может тоже там все утечь куда-нибудь или не засохнуть. То есть есть определенные нюансы, которые также стоит соблюдать. Вот, видите, теперь прохожусь только с одной стороны, чтобы просто смягчить край и сделать его более таким живым, более интересным. Так, ну что, как вам наша композиция? Что-то будем еще добавлять? Хотелось бы вам сюда что-то добавить? Поделитесь твоими впечатлениями. А можно руками рисовать? Да, конечно, можно. Можно при желании там где-то пальчиком чего-то подправить. Но если вы прям будете везде руками рисовать, это уже будет другая техника сразу, хочу сказать. То есть это уже что-то будет на другом. Но, в принципе, можно. Вот, видите, я с помощью пальца вот добавила еще одну линию. Так, на холсте обычно можно? Да, у меня же обычный холст используется. Конечно. Так, золото. Я ждала, я ждала прям, что кто-нибудь напишет про золото. Хотелось бы еще что-то добавить. Пузырьки, получается, за счет воздуха. Да, вот, по поводу пузырьков, да, то есть у нас здесь в композиции, в принципе, их немного. То есть есть вот здесь небольшое количество, здесь какие-то небольшие, да, то есть вот эти рисунки тоже, они за счет сеточки сделались. Благодаря чему это происходит? Кто-то вот как раз таки в комментариях уже написал, да, то есть те же самые, та же самая сеточка, пузырьки, они получаются как раз таки благодаря воздуху. В данной картине мы не использовали с вами какие-то добавки дополнительные, которые делают больше пузырьков, или там силикон, например, который часто используют в работах. То есть мы использовали минимум материалов, чтобы вы это могли с легкостью пойти там и завтра сделать. Или кто-то, может, сегодня даже пойдет там, ну, и пойдет рисовать там после мастер-класса, или там где-то там в гараже у себя, или там где-нибудь на балконе из старых материалов что-то там решит сделать, почему бы и нет. Вот, то есть да, используя даже самые минимальные материалы, самые простые материалы, мы можем делать с вами реальные классные работы, потому что здесь все происходит за счет именно перемешивания, за счет того, как вы залили краску, да, то есть как вы ее вылили, через какой период времени, вот, какой густоты краска была, то есть это зависит больше от этих факторов, а не от того, насколько дорогую краску вы используете, или насколько дешевый, или дорогой медиум вы используете. Вот, теперь немножечко о декорировании таких работ, да, как вообще декорируют подобные картины. Вот, их можно декорировать совершенно по-разному. Сейчас покажу вам ту работу, которую мы делаем с вами на курсе. Здесь используется, да, то есть как раз-таки максимальная декоративность, да, то есть здесь используется несколько техник заливки тоже во флюитарте, но помимо этого еще используется золото и камушки. Здесь используется у нас техника золочения, то есть которую мы будем изучать как раз-таки с вами завтра, но еще есть камушки. То есть здесь мы приклеивали камушки уже на высохшую работу, но у нас есть с вами вариант еще и выложить декоративные камни в жидком виде. Вот, мы это сделаем с вами в окончании нашего мастер-класса, сейчас пока это делать не будем, то есть пока оставим нашу работу, но в конце мастер-класса мы еще добавим с вами камушки, покажу, как это можно сделать. Вот, и у вас будет также возможность поучаствовать в процессе. Ну и о том, как можно сделать еще другие варианты золочения, я сейчас покажу вам. Сейчас, секундочку, я подготовила для вас уже готовые примеры, готовые примеры того, как это может быть, вот, то есть у меня есть тоже вот картина в технике флюетар, и сейчас те, кто учится на курсе, не подсказываем. Понятно? В данной картине мы использовали золото, оно прям очень красиво блестит, то есть видите, как сияет? Прям очень круто сияет. Как вам? Как вы думаете, благодаря чему делаются такие эффекты? Вот, вопрос в аудиторию. Вот, и на самом деле мы можем золотить с вами картины в технике флюетар совершенно разными способами. Мы можем использовать даже с вами просто акриловую краску, золотую тоже, но здесь не акриловая краска, здесь немножко другой материал. Вот, поэтому этот вопрос пока в студии о том, как можно добавлять подобного рода золочения. Вот, пишите свои варианты, чуть-чуть попозже дам вам, ответ. Вот, кто-то пишет поталь, нет, слюда, нет. Вот, это не поталь, это не слюда, это не акриловая краска. Вот, есть еще несколько вариантов, как можно делать подобные эффекты. Вот, и я вам обязательно об этом еще расскажу, покажу. Вот, те, кто находится на курсе, не подсказывайте, понятно? Вот, а то так неинтересно будет. Фольга, нет, фольги здесь тоже нет. Что для пузырьков добавить? Мы ничего не добавляем для пузырьков, мы же вот использовали краски и буквально вот акриловый лак использовали дополнительно. И так, ну что, пока пишем, пишем свои варианты. Ну и теперь давайте расскажу вам вообще о самой технике, да, немножечко о том вообще, что мы можем с вами получить в процессе создания таких работ. Вот, закрепим, так сказать, материал. Во-первых, это всегда про именно релаксацию, как я уже говорила ранее. То есть, это всегда про нахождение здесь вот в моменте. Вот, это каждый раз уникальная работа, потому что любую, ну, то есть, какая бы картина ни была, то есть, если вот вы увидели на картинке где-то такую картину, вы никогда в жизни ее не повторите. Ну, то есть, один в один никогда, если только будете прям рисовать ее и прорисовывать. Вот, ну, это уже совершенно другое, да, это уже какой-то гиперреализм будет, а не абстрактная живопись. Поэтому каждый раз, заливая даже в одной и той же последовательности цвета, даже если вы будете прям один в один краске мешать, в любом случае всегда будет получаться что-то необычное, что-то уникальное. Также в этой технике мы можем рисовать с вами с детьми, потому что здесь мы используем очень простые, безопасные материалы, здесь ничего страшного, опасного нету, ну, они достаточно, то есть, сказать, что они там типа гипоаллергенные, я не могу, но, ну, на акриловой краске ни разу ни у кого в жизни там за весь свой преподавательский опыт ни разу не видела, поэтому все очень безопасно, краска там не воняет, как-то ужасно страшно, можно с легкостью дома работать, поэтому это вообще не, ну, как бы не будет вас как-то очень сильно напрягать. Вот, ну, и также в процессе мы учимся подбирать цвета, и не нужно никаких навыков рисования, потому что здесь все зависит именно от техник. Так, сейчас я сниму перчаточки, перчаточки уже можно снять мне, я думаю, если вы не против, конечно. Ну, и мы пойдем с вами понемножечку дальше. Как вам вообще техника? Понравилась, не понравилась? Поделитесь, пожалуйста. Как у вас эмоции? Хочется сделать или нет? Так, огонечек вы наш. Спасибо. Так, у меня вновь неравномерная консистенция и густоватые. Значит, нужно домешать еще, что-то добавить. Либо краску добавляйте, если нет медиума, или же водичку, наоборот, добавляйте. Может, что-то из косметических продуктов? Нет. Нет, фен после добавки силиконового масла. Так, мы тут фен вообще не использовали. Но фен тоже можно использовать в данных картинах на самом-то деле. Теперь давайте закрепим наш полученный материал, да? Вот, о том вообще, что мы добавляли, какое золото мы добавляли, и как добавить декоративную стеклянную крошку. Я расскажу в конце еще, поэтому остаемся, никуда не убегаем. Так, плюсики, плюсики пошли. Супер. Так, очень понравилось. Какой медиум? Мы не использовали медиум, мы использовали акриловый лак. Супер. Так, я вижу все ваши ответы по поводу золота. Что же это за золото? Вот, но сейчас пока не буду раскрывать всех карт. Немножечко вас помучим. Итак, ну что, давайте пройдемся по основным шагам. Я люблю вот это все расписывать, типа шаги, алгоритм какой должен быть. Не только художник во мне живет, поэтому я выделила здесь пять основных шагов. То есть первое, в чем нам необходимо с вами разобраться, когда мы решили начать писать картины в подобных техниках, это материалы. То есть для флюитарта нужно использовать определенные краски. Вы уже видели, какие, да, то есть то, что можно использовать. Соответственно, всегда обращаем внимание на консистенцию, насколько она жидкая, густая. Чем гуще краска, тем сложнее вам будет работать с ними. Вот. Также есть еще дополнительные уже вот такие прям готовые краски для флюитарта. Они прям уже жидкие, продаются, их даже смешивать ни с чем не нужно. Можно прям в чистом виде использовать. Это еще один такой дополнительный момент, который облегчит вам работу. Также покупать только необходимые материалы. Не все подряд. То есть если вы решили создать картину, не надо идти искупать все материалы, которые есть на прилавке. Да, или вот у Аделины было столько, поэтому я пойду и куплю столько. Нет. Покупаем только то, что нужно вам. Например, захотели вы сделать картину для своего интерьера. Соответственно, вы смотрите основные цвета, которые у вас есть в интерьере. Возможно, у вас есть какие-то акцентные цвета, например, голубые шторки или зеленая вазочка, над которой будет висеть как раз-таки эта картина. Поэтому мы ориентируемся только на то, что нам нужно в моменте. Потому что если вы будете покупать вот это все с запасом, этот запас будет также дальше и стоять. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. У меня тут таких запасов еще там 3 года назад, которые покупали из краски. Типа, ай, сейчас не надо, но я куплю, надо же, надо же, чтобы было. Вот это когда надо, чтобы было, оно там вот было где-то и остается. Поэтому лишнего ничего не покупаем. Следующее, это научиться смешивать краски в нужных пропорциях. То есть здесь нужная пропорция, это такое условное значение, да, как я думаю, вы уже поняли. Потому что для определенной заливки нужна определенная консистенция. Где-то погуще, где-то пожиже, да, то есть, ну, лучше ориентироваться всегда на такую средненькую, как я говорила, консистенция кефирчика. Научиться техникам выливания краски, минимум 2-3 техники. Сегодня мы с вами изучили, да, парочку. То есть, как заливать большое количество цветов, как 1-2 цвета заливать, как использовать дополнительные инструменты, работать. Ну и, конечно же, научиться работать с разбавителями. Сегодня мы попробовали с вами самый бюджетный вариант разбавителя, самый базовый, который можно найти, образно, везде, даже в самом, не знаю, малюсеньком городе, даже, мне кажется, в поселке можно его где-нибудь найти, вообще в любом строительном магазине. Это 100%. И использовать их, помимо этого, да, помимо нашего акриловлака, мы можем использовать также с вами еще флейтрол, силикон, по-другому еще называют пуринг-медиум. Они бывают все разные, бывают еще отдельные медиумы с эффектом пузырьков, и это все тоже можно добавлять, это все можно использовать. Ну и, конечно, дополнительно декорировать подобные картины. Как их дорисовывать, как добавлять камушки, как добавлять светящееся золото. Вот, это все, конечно, вам также может пригодиться дополнительно. Вот, ну и результаты. Результаты, какие мы можем получить, все будет зависеть только от вас, скажу честно. То есть это будет зависеть только от того, что вы именно хотите сделать. Композиции могут быть совершенно разные. Изучая одну и ту же технику, ни одна картина не будет повторяться. Во-первых, это всегда будет ваше отражение. Вот, отражение вас, если вы не делаете эту картину по примеру, даже если вы по примеру ее делаете, всегда ваш вот почерк, ваши руки, они всегда будут чувствоваться в картине. Только сейчас не вздумайте, подумайте, ой, ну у меня руки-крюки, значит у меня не получится. Нет. Здесь о другом. Здесь о том, что ваш характер, ваше вот мировоззрение, ваше состояние, оно будет всегда отражаться в ваших работах. Вот. И они всегда будут получаться уникальными. Уникальными даже при знании, при использовании одних и тех же техник. О том, какие материалы необходимы, да, я добавила их сразу же в чек-лист, поэтому список материалов по всем техникам вы получите в чек-листе, чтобы вам ничего не надо было сейчас сфотографировать, переписывать и так далее. Чек-лист о том, как получить, я скажу обязательно в конце, поэтому не переживайте, бесплатно вы его получите покупать, нам ничего не надо будет, а то сейчас начнется, ой, это еще, наверное, платно и так далее. Вот. Так. Можно ли добавить глиттеры в краску? Да, можно, но их особо видно не будет, если только вы сверху будете сыпать их. Вот. Ну и давайте немножечко, чтобы дальше продолжить, чтобы вернуться к нашим техникам, немножечко зарядимся, немножечко разомнемся, разомнемся, надо водички еще попить, а то уже немножечко тяжеловато говорить. Вот. Поэтому давайте немножечко размялись, немного разомнулись, можно немного покрутить шеи, так, вверх-вниз. Можете даже поприседать, как вариант, почему бы нет. Вот, немножко похлопать себя, тоже наполняемся, чтобы голова хорошо работала. Вот ушки, ушки в нем, голову можно помассировать, чтобы как раз расслабиться, уже представить, что вы будете делать, какую картину будете рисовать. Вот. Ну и после того, как размялись, теперь давайте мы с вами вернемся к нашей теме. Вот. То есть изначально, когда мы увидели уже, как рисуется картина, как что-то создается, у нас есть с вами два варианта, три варианта, да, то есть мы либо вообще просто забиваем на это, типа, да, было прикольно, но я пойду. Типа, все. Ну, мне нравится, но нет. Типа, я не хочу. Следующее, это попробовать все самому, пройти мой, да, многолетний уже, можно сказать, опыт, ну, конечно, не многолетний, наверное, мне не так много лет, чтобы он был многолетним, но в любом случае, пройти тот мой опыт самостоятельно, и допустить большое количество разных ошибок, чтобы там краски у вас сохли, чтобы техника не получалась, чтобы размывались какие-то рисунки, это все происходит, да, к сожалению, вот, или же пройти все эти этапы со мной, то есть какой из вариантов вы выберете, решать каждому из вас, но я расскажу о том, почему я очень люблю свою работу, да, то есть для меня одно из самых приятных, это всегда рассматривать работу наших учениц, то, что у них получается, и неважно, это флюид арт, это там работа со смолой, это какие-то другие техники, это всегда будет вашим отражением, вашим мировоззрением и ощущением, вот, и то, что мы получаем, да, с нашими кураторами, то есть я сопровождаю наших учениц не одна единственная, наши кураторы также к этому всегда присоединяются, и мне всегда безумно приятно читать эти комментарии, да, когда кто-то пишет, вот, там, я после 50 лет вообще рискнула о том, что начать писать картины, пишут огромные слова благодарности о том, какие у нас классные кураторы, о том, какие у нас классные девочки, вот, о том, что был там страх белого холста, но мне очень понравилось, и это совершенно другие ощущения, когда ты что-то делаешь своими ручками, вот, и я надеюсь, что каждый из вас согласен с мыслью о том, что творчество – это реально прекрасно, то, что мы сейчас с вами сотворили, буквально за короткий период времени, вот, мне кажется, это очень круто, а если мы еще и имеем возможность на этом зарабатывать, да, вот, одна из наших учениц, да, продала три своих картины в общей сложности за 103 евро, первый заказ на 200 евро, вот, кто-то делает уже, там, украшает свой дом картинами, вот, одну картину даже получилось продать, и это все рассказывают нам ученицы, там, вот, спустя, там, пять месяцев обучения, кто-то делает, кто-то и даже раньше это делает, это очень круто. Здесь прям хочется делиться неограниченное количество времени нашими отзывами, потому что это прям для меня наша самая большая гордость, мне кажется, то, что мы делаем, и у вас также есть возможность пройти этот путь вместе со мной, если вдруг вы выберете меня в качестве своего проводника, и мы уже вместе с вами будем проходить такие этапы, как изучим все материалы, что лучше использовать, что не использовать, на чем можно экономить, на чем можно заменить, что для чего нужно, мы пройдем с вами всю теорию, то есть все возможные ошибки, какие техники есть, заливки и так далее. Будем создавать картины, не одну картину, а много, столько, сколько вам захочется, тем самым за счет практики будем делать очень крутые работы. Вот, создадим с вами первую картину, которая точно будет в индивидуальном стиле, то, как вы захотите. Изучим, научимся презентовать себя и свое творчество, и, конечно же, будем учиться еще и продавать. Поэтому сейчас расскажу вам о том, какую программу я вам предлагаю, это то, что вы можете начать изучать вместе со мной, вот, если вам было комфортно, если вам захотелось, ну и потом обязательно мы вернемся еще к практике, где я добавлю камушки и расскажу вам про золото. Не переживайте. Вот, я ничего не забыла. И прежде чем начну рассказывать, почему я вообще начала обучать, первое, да, то, что, когда только-только появилось, появился запрос у людей о том, что, типа, я хочу там научиться делать такие-то картины, конечно, я передавала свои знания, и мне было классно, что вот там у моих учениц получается красивая работа, что я там могу передать какие-то знания, и благодаря этому у них получается красивый результат. Но далее я уже начала понимать, что это не только про картины, это не только про вот готовый результат, который видно. Это в первую очередь для меня состояние, что я видела, как меняются женщины, которые приходят учиться, которые идут писать картины, как чувствуют они... в первую очередь для меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!